Джим Хан один из самых зрелищных видов автоспорта. Пилотам необходимо пройти извилистую и очень сложную трассу со множеством препятствий за минимальное время. На их пути конусы, автомобильные покрышки, бочки, крупногабаритная техника, кроме того шары, которые нужно задеть. Соревнования пройдут в идеальном для этого месте на арене городского Майдана. Бетонное покрытие даст возможность ощутить интересную и зрелищную трассу, а расположение трибун позволяет всем зрителям насладиться этими заездами из любой точки зрительного зала. В квалификационных заездах примут участие более 100 пилотов со всех уголков России и стран СНГ. К примеру, Алексей Шундюков вместе со своей командой приехали из Белоруссии, преодолели около 2000 километров. Джим Ханом он занимается более 16 лет. Мы единственным в мире, кто сделали Маздам Х5 на моторе АМГ В6 на компрессоре. Собрали машину мы буквально месяц назад и практически без тренировок сразу рванули в бой. Камиль Хамедуллин приехал из Башкирии. Мужчина-врач-хирург. По его словам, работа непростая. Много стресса. Автогонки помогают расслабиться. Это было его детской мечтой, которая осуществилась в мае этого года. А теперь он принимает участие в таких крупных соревнованиях. Это достаточно редкий для России автомобиль. Это Ниссан Сильвия С13. Она привезена из Японии и специально подготовлена под российский чемпионат РДС. В моем автомобиле стоит двигатель В8 с турбиной мощностью 450 лошадиных сил. Основными хедлайнерами гонок станут создатель первого в России гиперкара для дрифта пилота российской серии РДС. Джиппи Сергей Кабаргин, а также один из самых именитых дрифт-пилотов страны, вице-чемпион интерконтинентального кубка ФИА по дрифту Аркадий Циреграцев. Моей машины здесь нет. И мне ребята привезли машину, которую мне дают в аренду. Это Toyota Alteza. Вот она без колеса переднего стоит. У нее свои механики. И они сейчас мне просто обоят шину, дадут и скажут, вот езжай. Если у вас не так много денег, но все же заниматься дрифтом хочется, ваш выбор Жигули. Легкий и доступный способ, чтобы влиться в эту культуру. Да и выглядит не хуже, чем иномарка. Помимо самих соревнований для челнинцев и гостей города подготовили выставку уникальных маслкаров и ретроавтомобилей из частных гаражей. В 16.00 у нас будет автограф-сессия с пилотами, которые участвуют в данной гонке. То есть вы сможете пройти к ним, сфотографироваться, получить автограф и пообщаться. Мероприятие продлится до 10 часов вечера.